Общероссийская общественная организация Российский союз молодежи одна из самых массовых ни государственных, ни коммерческих, ни политических молодежных объединений России. Главная цель помочь молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице. Говорим о деятельности и дальнейших планах регионального отделения этой организации. У нас в гостях ее руководитель Вероника Аксютина. Здравствуйте. Вероника, в конце прошлого года мы знаем, в составе российской и китайской делегации вы совершили поездку из Санкт-Петербурга в Пекин на так называемом поезде дружбы. У нас есть ролик об этом, давайте посмотрим. С удовольствием. Вы знаете, я два года назад учился в России и жил в Новосибирске три года. Я думаю, что я уже узнал, что это русский народ и русская культура. Но я ошибался. У нас же очень большая страна, и она очень разная. 8,5 тысяч километров, огромный путь. Очень просто прилететь на самолете в Пекин, ознакомиться с культурой, на этом все. Хотелось как бы немножко более интереснее сказать. Именно поэтому в августе месяце и родилась идея об организации поезда дружбы, в котором принимают участие и российские ребята, и представители Китайской Народной Республики. В поезде собралась хорошая команда, мы достаточно быстро сплотились. Просто мы общались друг с другом и понимали, что каждый из нас здесь собрался не зря. Каждый достойный от поезда. Для каждого участника акции это уникальная возможность. Чтобы показать действительно настоящую дружбу между российской и китайской молодежью. Благодаря нашей российской делегации я смогла по-настоящему понять, что такое Россия. Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Улан-Бата, Пекин. Это те города, которые посетили наши ребята. Так что это все-таки история каждого человека в отдельности с одной большой целью. Но эта цель мне нравится, потому что она называется «Поезд дружбы». «Поезд дружбы» «Поезд дружбы» Вероника, впечатлений должно быть масса. Поделитесь ими. Впечатлений огромное количество. И вот действительно, еще и еще раз смотрю этот видеоролик, вспоминаю каждого члена нашей большой дружной, не побоюсь этого слова, семьи. Потому что после двух недель, проведенных в поезде и недели, проведенной на территории Китая, мы действительно стали семьей. Мы сравнивали эту поездку с такой маленькой, даже не маленькой, а полноценной лагерной сменой. Все в детстве ездили в лагеря и вот помнят эту потрясающую атмосферу, когда абсолютно незнакомые люди, собранные из разных уголков нашей страны, становятся действительно чем-то одним целым. А кто выступил организатором этого проекта и какова же его цель? Как проходил сам отбор участников? Организаторы проекта — это Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи» и Федеральное агентство по делам молодежи, а также Молодежный международный центр, тоже как часть федерального агентства. Дело в том, что 2014-2015 годы были годами молодежных обменов между Россией и Китаем. Мы сейчас стараемся развивать и активно развиваем дружбу между нашими государствами. И в конце 2015 года решили провести такое заключительное мероприятие перед церемонией закрытия этих годов в Пекине. Отправить поезд из молодых активистов, членов общественных организаций, студенческих советов, союзов из Санкт-Петербурга в Пекин. Почему из Санкт-Петербурга, а не из Москвы? Многие задают тоже этот вопрос. Дело в том, что церемония открытия годов молодежных обменов была именно в Санкт-Петербурге в 2014 году. На которой были заместители правительств наших государств. Поэтому решили все-таки ехать из Питера. Тем более еще одну столицу нашей Родины посмотреть и показать участникам нашей делегации, представителям Китая. Мы ехали на протяжении двух недель. И в каждом городе мы, наверное, находили что-то уникальное, особенное. Нас также встречали организаторы уже местные на уровне регионов, городов, областей. И вот все всегда спрашивают после этой поездки, как тебе Китай? Китай, а почему-то по эмоциям гораздо ближе своя родная страна. И хочется гораздо больше рассказать именно про Россию. Я когда приехала в Иркутск, потом в Новосибирск, Красноярск, точнее в Екатеринбург, потом в Иркутск и так далее. Я была поражена, как там живут люди. Казалось бы, все то же самое. Студенты ходят в университет, также являются активистами общественных организаций. Но почему-то на фоне тайги, на фоне Уральских гор, оно выглядит абсолютно по-другому. И атмосфера там неповторимая. Действительно чувствуется Россия. Сколько всего человек принимало участие в этом проекте и как же проходил отбор участников? Кто мог туда попасть? Всего в делегации было 32 человека. Шесть из них это были представители Всекитайской Федерации Молодежи. И остальные это ребята из Российской Федерации. Конечно, там были организаторы данного мероприятия, оргкомитет. А также студенты и активисты из Севастополя, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Две девочки были. Астрахани, Иркутска, Архангельска. На самом деле, конечно, были охвачены не все регионы нашей страны, но, скажем так, все уголки. Программа была только культурная или еще и образовательная в рамках этого проекта? Я бы сказала, мы совмещали приятное с полезным. В каждом городе нас обязательно знакомили с архитектурой города, с историей, а также показывали лучшие университеты региона. Устраивали круглые столы с молодежью, с представителями власти, работающими с молодежью. И мы успевали обзавестись новыми контактами и узнать что-то про город. И даже во многих городах в такой абсолютно неформальной обстановке пообщаться с молодежью и действительно узнать, чем же живут они. Какие же контакты вам удалось приобрести и сколько времени вы провели в Китае и какие мероприятия посетили там? В Китае мы были ровно неделю. Как только мы приехали в Пекин, мы соединились со второй частью нашей делегации, которая уже непосредственно прилетела в Китай на самолете. И тут же отправились на скоростном поезде в провинцию Шандунь. Пока мы ехали, никто не верил, что это скоростной поезд, потому что все было так гладко и плавно. А потом мы посмотрели на экран, на котором были цифры 300 км в час. Вообще не чувствуется, действительно, технологии, экономика развиваются. В провинции Шандунь, как оказалось, это не только родина мудреца, философа Конфуция, но также родина футбола. И даже Уэфа признала действительно Китай родиной футбола. Поэтому нас отвели в еще пока не открытый, не до конца достроенный музей футбола. И действительно мы узнали для себя много нового. Но на самом деле в Китае было интересно абсолютно каждому, потому что культурная и образовательная программа была настолько обширной. Были и бизнес-инкубаторы, IT-центры, какая-то крупная корпорация по производству стекла, музей футбола, музей Конфуция, исторические музеи, прогулки в парках. Даже не знаю, как это объяснить. Очень красивые архитектурные сооружения, много каменных домиков вокруг лес. И там разные мастерские. Мы сами могли нарисовать иероглиф на холщовой сумке. И действительно прочувствовать и прикоснуться к китайской культуре и истории. А были ли какие-то языковые барьеры? Как вот с этим обстояло? Языковых барьеров абсолютно не было. Даже с ребятами, которые ехали вместе с нами в поезде, там было шесть представителей Китайской Народной Республики. С нами был один переводчик, Азимат. И одна девушка из делегации знала английский. И, конечно, в первый день мы были очень удивлены и думали, как же мы будем общаться, нам ехать две недели. Ну, на второй день мы уже сидели вместе. Мы с девочками выучили китайскую песню про подснежник. Ой, прошу прощения, про цветок лотоса. А девушки из Китая выучили нашу Катюшу. И мы все вместе сидели, пели эти песни. Вот можно было увидеть это в видеоролике. И языковой барьер растворился сам собой. Ну, считается, китайский язык вторым по сложности после русского. Так ли это? Как вам показалось? Ну, если испанский ни разу не изучав, я хоть как-то примерно понимаю, то китайский вообще непонятно, что они там говорят. Когда впервые видишь представителей Китайской Народной Республики. Но когда это ребята из твоей делегации, то ты их понимаешь с полувзгляда. Им даже не надо говорить. Можно ли уже говорить, что проект «Поезд дружбы» завершен? И как вы считаете, достиг ли он своей главной цели? Своей главной цели он, конечно, достиг. И именно проект «Поезд дружбы» завершен. Потому что мы доехали до Пекина, мы были на торжественной церемонии закрытия годов молодежных обменов между Россией и Китаем, где присутствовал наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев и премьер-министр Китайской Народной Республики, где присутствовали главные организаторы поезда и годов молодежных обменов. Это руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Валерьевич Поспелов. Это председатель Российского союза молодежи Павел Павлович Красноруцкий. Но молодежную российско-китайскую дружбу завершенно считать нельзя, потому что все ребята, с которыми мы там познакомились, и волонтеры, которые нам помогали, и члены делегации, и просто ребята, которые знакомились с нами на улице, это действительно наши хорошие друзья, с которыми безумно интересно общаться. Потому что это люди как будто из другого мира. Расскажите о планах регионального отделения на текущий год, о ближайших мероприятиях, что будет? С удовольствием. В первую очередь, недавно я выиграла грант, как еще не председатель организации, а как физическое лицо, который был устроен, конкурс грантовый был устроен управлением по делам молодежи, за что им огромное спасибо. И мы будем развивать проект, широко известный на всю страну, но пока не столь популярный среди наших студентов. Это российская студенческая весна. Национальный конкурс творческий среди студентов, которые не обучаются по профилю танцевальному, вокальному или театрального искусства. Это своеобразный второй шанс для ребят, которых все-таки родители заставили пойти на инженера, действительно доказать всем, что они танцуют лучше всех в стране и попасть на большие танцевальные проекты или в команду к их любимым хореографам, вокалистам, в зависимости от предпочтений. Также этот год будет ударный по набору команды. Мы будем проводить школы актива, кадровые школы. Я думаю, для этого мы даже объединимся с другими организациями, там, волонтерским корпусом, молодой гвардией, тоже с управлением по делам молодежи. И будем создавать действительно команду молодежного актива в нашем городе. За последний год в Севастополе появилось достаточно много молодежных организаций. А в чем главное отличие вашей организации от всех остальных? Сейчас пусть другие организации на меня не обижаются. Дело в том, что Российский союз молодежи – это самая массовая и самая старшая организация на территории Российской Федерации. Нам 30 мая 2015 года исполнилось уже 25 лет. И если вот у других организаций есть четко выраженный профиль, там, волонтерский корпус, понятно, волонтеры, молодая гвардия, молодежь во власть, там, студенческие отряды занимаются трудоустройством студентов в летний период, там, корпус спасателей, понятно, это добровольцы-спасатели, то мы занимаемся всеми категориями молодежи, возрастными категориями. Мы затрагиваем школьников с 14 лет и заканчиваем уже работающей молодежью, достигшей 30-летнего возраста. А также мы затрагиваем все направления работы. Это и образовательные проекты, и помощь с жильем, это творческие проекты, это спортивные проекты, добровольческие. У нас очень много сил уходит на международное сотрудничество. Поэтому мы такая своеобразная консолидирующая организация. Верник, и можно оставить координаты, контактные данные для тех, кто заинтересовался вашей деятельностью? Конечно, для всех ребят у нас открытая группа ВКонтакте, которая называется «Российский союз молодежи в Севастополе». Также нас можно найти по адресу улицы Гоголя, 20Б, Центр молодежных инициатив, или же прийти в Управление по делам молодежи и спорта Севастополя на улицу Володарского. И тоже ребята всегда помогут, подскажут, где и как нас найти. Ну что ж, время нашей передачи и стекло. Благодарю, что пришли к нам и рассказали о вашей деятельности. Спасибо. На этом мы ставим точку. Эфир же телеканал продолжается. Впереди много важных и занимательных тем. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова